Первого дня третьего тура состоялся на одном из самых красивых стадионов Старого Света, Ноукам, где встретились звездные представители группы Аш. Элитные клубы Спиренейского и Апеннинского полуостровов Супер Барселона принимала имеющий точно такую же почетную приставку Милан. Учитывая то, что Барса неделю назад была разгромлена в Стамбуле Бешакташем, а команда Андрея Шевченко из-за грубой ошибки своего вратаря уехала ни с чем из лица, наиболее впечатлительные болельщики, возможно, и засомневались в истинных возможностях грандов, свидание которых друг с другом не только было значимым событием с турнирной точки зрения, но и могло дать ответы на вопросы Торсиды, касающиеся того, способны ли Барса и Милан штурмовать в этом сезоне самые высокие места в Евролиге. Что ж, прежде чем делать какие-либо выводы, давайте посмотрим, как развивались события в этом по определению нерядовом матче. Барселона с первых минут завладела инициативой, Милан играл осторожно, как всегда дисциплинированно, словно присматриваясь к сопернику, в каком он нынче состоянии. Итальянцы отвечали контратаками, в этом эпизоде погорячился Дютреэль, явно он опаздывал к мячу и нарушил в результате правила против Андрея Шевченко, для которого стадион Ноукам, безусловно, счастливый. И вспомните, как здорово Шевченко играл в составе Киевского Динамо на этой же арене. Его хэт-рик в матче против Барселоны, в незабываемом матче Киевского Динамо с каталонцами, завершившегося разгромом. Барса 4-0, конечно же, у всех в памяти. Как, наверное, в памяти великолепная игра Милана образца 89-го года, когда в финале встречались Барса и Милан, и тогда итальянцы разгромили каталонцев со счетом 4-0. Безусловно, Милан не самый удобный соперник для испанского гранда, что и подтвердил этот матч. В целом, инициатива до перерыва была на стороне каталонцев. Были моменты и у Ривалда, и у Херарда. Далапенье неплохо контролировал середину поля. В плане созидания он, конечно же, преуспел, но в обороне отрабатывать, как обычно, скажем так, ленился. В общем-то, не королевское это дело, можно и так рассудить, но все-таки чувствовалось, что Далапенье сейчас не в лучшем состоянии. Впрочем, так же, как и Ривалда. Явно ощущался определенный вакуум лидера у Барселоны. Как здесь не вспомнить о ушедшем в Реал Луише Фигу. Ну, а ворота Милана защищал Дида, вратарь, который допустил грубейшую ошибку в предыдущем матче против Лидса. И вы помните, что из-за промаха этого голкипера Милан лишился одного честно заработанного очка. Милан практически весь первый тайм, осидевшись в обороне, буквально перед самым перерывом сумел открыть счет. Вот как это произошло. Джунти подает, направляет мяч в центр штрафной. Херард проигрывает борьбу Франциско Кока. Тот бьет головой достаточно точно и сильно. Детруэль реагирует, но спасти свою команду французский легионер не сумел. Было это сделать практически невозможно. Вот так, создав энное количество голевых моментов у ворот Адиды, Барселона умудрилась, не использовав их, еще и пропустить на исходе первого тайма. Во втором тайме наставник Барселоны Сера Феррер делает замену. Вместо Делапенни он выпускает Луиса Энрике, футболиста, который много пропустил. Был он травмирован, но теперь вроде бы все болячки залечил. И во втором тайме ему было доверено место в стартовом составе. В ряде эпизодов очень здорово себя проявил Симао. Он играет на том же фланге, где и играл его соотечественник Луи Шфигу. Вы видели, какую передачу, можно сказать, идеальную он сделал на Ревалде, но бразилец умудрился пробить мимо цели. Барселона стала раскрываться, ей нужно было отыгрываться. В результате Милан, умеющий играть на контратаках, умеющий наказывать соперника за авантюрный футбол, стал создавать все больше и больше голевых ситуаций у ворот Детруэли. В ряде эпизодов вратарь действовал надежно. Впрочем, то же самое можно сказать и о его коллеге Дине. Этот голкипер, допустивший грубейший промах, сумел, как мне кажется, доказать в этом поединке, что с ним просто произошел неделей ранее несчастный случай. Все в порядке, о его способностях и квалификации можно говорить лишь положительным образом и даже восхитительных тонах. Барселона атакует, но в то же время проваливается порой в обороне. Оливер Бирхов, сыгравший неубедительно в этом поединке, вверху практически ничего ему не дал сделать Абелардо, подчеркиваю, практически мы увидим с вами еще один момент. Внизу, конечно же, есть определенные трудности у Бирхова. Андрей Шевченко несколько раз выводил его на ударные позиции, ошибались и защитники Барселоны, но Бирхов никак не мог забить свой гол. И, в общем-то, назревала замена. Бирхов должен был покинуть поле, но тут он сказал свое веское слово истинного мастера игры на втором этаже. Вы видите, как все тот же Джунти со своего фланга делает нацеленную передачу в штрафную. На 71-й минуте Оливер Бирхов практически окончательно хоронит все надежды Барселоны на благоприятный для себя исход. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Как здесь не вспомнить это выражение. Бирхов забил свой второй гол в Лиге чемпионов. На поле появились Овермарс. Дани, вы видите, что в ущерб обороне делает акцент, а я бы даже сказал, перекос в атаке наставник Барселоны. Но моменты возникают как у тех ворот, так и у других. В штангу попал вышедший на замену командине. Прекрасный пас ему сделал все тот же Андрей Шевченко. В этом поединке экскиевлянину не удалось отличиться. Но можно говорить, что для Шевченко газон-стадион «Нокам» действительно счастливый. Здесь выиграл его киевская «Динамо». Здесь победил и его «Милан». Да, Барселона как ни старалась, так и не сумела не только спасти этот матч, но даже и забить гол престижа не удалось испанцам. Из выгодных положений промахивались и Клюверт, и Ривалда, и Луис-Энрике. Три минуты прибавил арбитр Хельмут Круг. Но это не спасло Барселону, не скажу, что от позора, но от свиста трибун, конечно же. Болельщики были разочарованы. Второе поражение каталонского гранда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ну а «Милан» можно только поздравить с красивой победой над Барсом.